всем привет это Вадим Наташа снимает уже более или менее выздоровела обзор находок за неделю находок сразу скажу было мало правда были дорогие потому что Наташа еще выздоравливала а я был просто очень занят на работе но как Наташа говорит что есть это так она когда замуж выходила так что есть но самая интересная находка такие вот роперные ботиночки они просто пыльные прошу прощения не успел протереть на самом деле в отличном состоянии это просто на вид ботиночные ботинки кожа конечно все вот эта фирма ропер а название хорсшюз то есть хорсшюз это вообще-то подкова то есть по идее должны нам счастье принести с этой вот подковкой будут вот таком состоянии когда от мой еще конечно от полтинника минимум просто они сейчас смотрятся грязными загадка видите все в подковах ну будем надеяться что это подкова принесет нам нормальный доход забыл уточнить все здесь из магазина кроме вот шлепанцев которая себе купил в развес за полтора доллара все по магазина по 6 долларов ну и продолжаем ботинки точнее их не так уж и много продолжать это бас аудор вообще бас женские не очень котируется но эти смотрите платформа и смотрите как сделано шнуровочка тут я первый раз вижу с такой видите чтобы шнурочек так проходил это что затягивается что ли кто туристы скажите в чем фишка такой вот этих вот я не знаю как и колётики что ли там сделаны очень круто уж я повидал но такого не видал вот поэтому ну рассчитываю конечно тридцатник не больше но может и 40 таких я не нашел я думаю 35 реалистично платформа молодежь любит с такой платформой и кстати то что здесь ткань это приятно к ноге в этом тоже есть плюс причем они утепленные вот так что хорошие ботинки рискнул эти я не смотрел потому что еще прикидываю может быть себе оставить это бренд аля италия джорджио брутине это очень давно из италии они свалили в китай но это кожа и снаружи и внутри тут вот видите дефектик косметический черный крем краской закрашивается на раз-два у меня кстати она есть и я померил магазине ну просто невероятно приятные вот эта мягкая резиновая подошва просто супер прям такая поступь классная поэтому прикину еще у меня целые недели есть если мне не понравится на работе верну их обратно а может быть даже они что-то и стоит брутине вообще непредсказуемо как правило ничего не стоит но надо проверять ботиночная тема но это уже конечно не ботинки это саба сапога ботинки видите какие тимберлин чеки 7 размера ух лепота как я их успел из тележки сразу же схватить как только их вывезли но подошва можно сказать в отличном состоянии наверху ну такой какие есть косметические следы носки вот самое главное даже бирка вот это висит это тимберлин вешает такую фигню на ботинке гарантированно водонепроницаемые я честно скажу не пробивал их стоимость потому что ну по такому состоянию я знаю за 600 долларов ну 30 это минимум они будут стоить я думаю 49 я начну с них постить и там посмотрим может даже они дороже стоит внутри видите внутри кожа и самое интересное мех то есть они еще и тепленькие сейчас прям самое время для таких сапоженций о бух не то слово да ну классический песочный окрас тимберленов мерил и мерил нам вымерил замерил перемерил это их так называемый джангл мог но очень интересная окраска состояние прекрасное поэтому я думаю 39 ну в худшем случае 30 это мужские по-моему 40 размер или тип того макосины для джунглей да буквально но это просто название конечно мало ли кто как назовет очередной куш я урвал не нашел я таких ну честно говоря я так особо и не старался потому что я знаю что куш за 6 долларов то он у меня всегда отобьется в тридцатник минимум вот видите чувак или сидит или ловит волну кому как видится и что там написано мы куш мы расслабуха креативные и на нас влиять мир вокруг дизайн чего такое и на момент и только в то что мы верим ну в общем набор фраз мы крутые круче вареных яиц носите нас это сити слепо называется таком отличном состоянии я думаю 40 может даже 45 нормально рабочие кархарт это прям сороковник верняк может быть даже больше носок по моему да носок мягкий да первый раз такие вижу видите с таким вот как бы еще встроенным вшитым я бы сказал носком он идет до конца да он до конца что наверное непроницаемость какую-то создает видимо ну кархарт это вообще обувь и одежда рабочие и они понимают что делают поэтому я им пока доверяю вроде бы не было причин сомневаться в их профессионализме и парочка троечка туфелек колхан смотрите даже с биркой со 195 клиренс был на 169 в каком-то магазине и они эти лоферы практически новые я думаю что я их и запущу как новые что просто были как это дисплей айром то есть стояли на полке их может быть примеря несколько раз видите как ключевая фишка nike air вот у колхана у них есть несколько моделей они с найками как-то скопировались это ценится куда они запихали там пузыри это неизвестно может быть мне как-нибудь попадется ботинок один и я взрежу и посмотрю получу так сказать документальное подтверждение этих пузырей у колхана есть они или нет детские джорданы в отличном состоянии ну да это я считаю просто прям ну суперской она есть какая затяжка прикольная размер детский не знаю какой но это не имеет значения сороковник должны стоить классно то есть чтобы дети с детства подсаживались на эти джорданы про удобство джорданов ничего не могу сказать откомментируйте тот кто носит и парочка я уже в своем обзоре упоминал просто здесь покажу это фрай смотрите какие красивые это что балетки называются наташ или плоские такие туфельки видите вообще никакая подошва от слова совсем и всякие как бы ощетинившиеся мне как мне кажется вот этими камушками и что-то похожее достаточно дорого продалось поэтому рассчитываю в районе 40 может быть за них даже получить минимум может быть даже дороже состоянии очень хорошие плоские ну на любителя есть и на это спрос и кларктики ох какая прелесть да ну просто вопрос к тебе хотя девятый но он не выглядит девятый что-то какие-то маломерки девятый можешь прикинуть смотри состояние вообще просто идеальный вообще даже непонятно носили их или они больше валялись да и широкие вот по всяком случае как тебе сейчас для твоей ножки нужны до прям самые то шесть с половиной до тридцать девять ну да может быть кларкс артизан то есть это артизанская серия когда вы типа видите все швы не видите швы наружу но в этом есть конечно определенный прикол это да наташа ты считаешь это красиво когда шов наружу и вот такая вот просто вот утиная такая вот утиный носок то есть наташа хочет сказать она предпочтет удобную обувь красивой да 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 это надо это утверждение надо записать чтобы ей потом проигрывать потому что это надо только на словах а это мы все знаем знаешь знаешь и это кроксики развес были полтора доллара мой размер уклор у кроксиков смотрите какая классная ортопедическая стиль одна стелька стоит полтора доллара ух ты вот он санта-круз это еще стелька санта-круз или тапки это все отмой но принципе я в них носить ходить и не собирался это исключительно для тапочек для дома у меня уже скетчерсы стоптались а это очень хорошо складывается так и образуется тапочки кросс хорошей фирмы плане тапочек это наверное номер один а можно и так одеть когда узнаешь что из дома не выходишь то есть это вот пара была себе так ну еще несколько вещей кроме обуви это ремень наташ ты не поверишь этот ремень ну и пряжка в основном я кстати не нашел на ибэе с с ремнем это просто называется как бергамот я думаю многие наши зрители знают часть бергамотом а это бергамот причем сделано в америке давай покажем но все как полагается это настоящая кожа вон тут genuine full grain коровья кожа все как надо вот тут все расписано там трали-вали 36 размер и вообще первый раз услышал бергамот именно в такой таком контексте к сожалению эти пряжки не очень дорогие но во первых это был развес так что можете представить он мне там стоил там 50 центов или тип того а вот эти вот так называемые ацтековские трайбовые мотивы и вот эта эмаль я не вижу что там за рисунок ну какой то есть потом когда сфотографирую может быть крупным планом увижу и ремень насколько я могу судить в идеальном состоянии тут вообще на дырках нет никакого да абсолютно кучу что что он больше болтался и здесь может чуть-чуть где-то по нему были царапки поэтому это можно постить как был в отличном состоянии ну я думаю реально 30 30 25 но правда можно начать 40 потому что уникальный такой этот уникальный пряжка и там говорит принимать предложение у классный вот такой классный попался бергамот эльбиновская рубашечка фланелевая как правило они стоят не очень дорого это мягко говоря но это а раскраска б винтаж сделаны в америке то есть даже красная клеточка должна еще быть специфической здесь вот очень хорошо такие зелененько-желтенькие мотивчики ну у меня принцип простой вот мне нравится вот я бы такую носил безусловно если был мой размер очень приятная но это не мой тридцатник по моему это не баффало плейт баффало по моему там красная с черными мотивами какая-то у нас была баффало другой фирмы то есть представляете для каждой этой клетки есть название ёпара сэте вот это был улов можно сказать так называемого броска кобры я так называю удачный момент когда я прямо рядом с бинами когда их вывозят и вода я конечно спикировал сразу же это техник видеть еще ценник остался 5 долларов подъемный кран вообще лего техник не сильно котируется на вторичном рынке к сожалению но вот именно этот громадный подъемный кран в принципе должен нормально стоить тут у него домкрат работает что ли не точно протестировать как он вообще я думаю в районе 70 он должен уйти видите тут опоры все как надо тут разный человечек сидел но по моему в техник не дают человечков кажется и тут наверное я чего-то не хватает ну что есть такой вот классный был hub улов в магазине ну и классический улов удав хобот шланг кенмуру но знаете они не все одинаковы вот предыдущие до сих пор не запустил видите почувствовать разницу это сразу видно по более продвинутую здесь только вкыл и выкл а нет переключатель ковер и полы а тут еще можно регулировать его тоже переключение ковер ковры пол или ковры и регулируется его сила засоса насколько так сказать засасывать то есть пылесос сам по себе был более дорогой чем вот от того поэтому надеюсь за него получить сороковник эти шланги у меня уходят стабильно иногда бывает что приходится со временем снижать до 30 очень редко в основном как правило за 35 уже улетают пока что у меня не было никаких даже претензий смысле ко мне это очень хороший улов и в развес он не стоил два с половиной по моему доллар все шланги приблизительно так стоит потому что они 50 центов за фунт как электроника это была часть пылесоса пылесос был убит просто в зюзю разбит там все было развалено что-то изолентой приклеена базовый юнит который что-то мог стоить тоже был убит и там и забит просто но к счастью шланг был в отличном состоянии да так что это прям то что надо ну вот такой улов за неделю вещей мало но несколько вещей все равно отобьются хорошо поэтому в принципе я такой занятой недели и это неплохо спасибо что досмотрели до конца всем привет оставайтесь с нами